здравствуйте друзья на связи Денис Телегин сегодня видео я расскажу через какое время после установки можно включать электрический теплый пол такой пол можно монтировать стяжку можно монтировать поверх стяжки а сверху укладывать плитку на плиточный клей можно монтировать поверх стяжки а сверху заливать наливным полом если вдруг у нас сверху будет монтироваться к примеру кварц винил самое главное чтобы стяжка плиточный клей или наливной пол полностью просохли если они будут сырыми то при резком включении теплого электрического пола они будут расширяться в них появятся трещины и пустоты а это приведет к неравномерной теплоотдачи нагревательных элементов теплого пола соответственно он может сгореть и так если мы устанавливаем электрический теплый пол стяжку то нам необходимо дождаться 28 еще лучше 30 дней именно за это время стяжка толщиной 4 сантиметра окончательно просыхать если мы устанавливаем электрический теплый пол на стяжку которая полностью просохла а сверху клеем плитку то нам необходимо дождаться от 7 до 14 дней в зависимости от марки клея которую мы используем обычно на мешке плиточного клея с обратной стороны есть инструкция как им пользоваться там же указано время которое уходит на то чтобы клей полностью просох к сожалению многие мастера для того чтобы заработать больше денег делают ремонты очень быстро и зачастую во вред качеству скажем для того чтобы продемонстрировать что электрический теплый пол работает они включают его в то время когда основание еще не просох а это приведет к тому что впоследствии через два-три месяца такой пол просто перегорит поэтому первый пуск электрического теплого пола необходимо делать через месяц и при температуре плюс 25 градусов ну а на этом у меня все смотрите другие мои ролики и подписывайтесь на мой канал